Приветствуем всех, как тех, кто нашел это видео в Воле Случае, так и тех, кто видел предыдущее. Это все еще экспериментальное видео, направленное на ознакомление с игрой, и в этот раз затронем немного интерфейс, точнее его информативную часть. Что ж, первое что нас встречает, это приветствие и короткие советы по игре. После чего мы видим сводку по культуре, тип управления и распределению персонажа. Возвращаясь к интерфейсу, мы можем видеть казну, где показан наше богатство и текущий баланс. В данном случае расходов нет, поэтому доходы совпадают с балансом, но всегда следует учитывать, что любые расходы, происходящие в событиях, зачастую рассчитываются от дохода. Поэтому, если ваш баланс стал меньше, это не значит, что сами события станут дешевле. Престиж. Престиж в первую очередь зависит от ваших титулов и от титулов ваших вассалов. Как вспомогательный в данном случае выступают навык дипломатии. Он хоть и дает постоянный и стабильный приток престижа, но достаточно незначительный, чтобы его можно было часто учитывать. И разумеется, с некоторых пор на престиж могут влиять артефакты, если обладают соответствующей характеристикой. Благочесть, в свою очередь, в первую очередь, зависит от имеющихся у вас строений, как храмы или молильные дома при госпиталях. Разумеется, это распространяется и на ваших вассалов. Кроме того, вы можете отправлять советника преследовать и вероотступников, что также даст дополнительное благочестие. Соответственно, артефакты и навык обучения также дают бонус. Размер вводчины. То есть, та территория, в которой располагает лично правитель. Она зависит от законов, от титула и от навыка управления. Навык управления вещь, переходящая от правителя к правителю, непостоянная. Поэтому, в первую очередь, лучше ориентироваться на титул и законы. Вассальный лимит зависит от законов, от титула и также от дипломатии правителя. И опять же, дипломатия от правителя к правителю может меняться, поэтому лучше присматриваться к законам и титулам. Также следует отметить, что при превышении одного из лимитов, вы начинаете получать штрафы как к отношению вассалов, так и к поступаемым налогам. Что нежелательно. Ну и размер страны. Иначе говоря, все владения, которые входят в состав вашей империи. В данном случае, это 185 владений, 5 из которых принадлежат непосредственно императору. И ваш счет. Это общий счет династии, который будет важен в конце игры и покажет, какое место вы занимаете. Дата. Скорость, которую можно увеличить или уменьшить. Приоритетные сообщения. Второстепенные сообщения. Сообщения могут быть настроены через соответствующий пункт меню. Их достаточно много. Настраиваются они достаточно гибко. И если у вас есть настроение и желание среди них покопаться, всегда можно это устроить. Также есть вспомогательная панель. Она напрямую показывает имеющиеся у вас в распоряжении владения. Ценность этих владений. Прошу заметить, ценность владений не значит, что с них будет поступать подобный налог. Укрепленность этих владений. И войска, которые вы можете с этих владений поднять. Кроме того, здесь могут отображаться торговые посты, форты, госпитали. Разумеется, если каждый из этих пунктов был построен и выбран. Осады. Как ваши, так и осады противника на вашей территории. Сражения, если вы вдруг умудрились их упустить. Армии, если вы вдруг умудрились ее потерять. Флот, если вы вдруг про него забыли. И отмеченные персонажи. Только в том случае, если у вас есть пункт, что показываются отмеченные персонажи. Персонажи, которых вы выбрали как интересных, будут отображаться с этой стороны. Что ж, переходим к нижней части. Ну и первое, что можно отметить, это значок текущей войны. Он показывает, с кем ведется война и каков военный счет. При выборе этого значка мы можем видеть, что за война, когда началась. Что за причина послужила началом войны. И стороны конфликта. В данном случае у сторон союзников нету. Поэтому у каждой стороны 100% вклад в ведение войны. С этого же окна можно предложить мир. Но выдвинуть свои требования вы сможете только в том случае, если ваш счет 100%. Можно предложить белый мир, если обе стороны долго не получают преимущества. Или капитулировать. Этому противник всегда будет рад. Ну и переходя непосредственно к самой части интерфейса. Здесь у нас есть переключение треков. Лог сообщений, которые отображают вообще все события в игре. Летопись, которая записывает исключительно события, связанные с вашей империей и с вашим персонажем. Кнопка «Домой», которая возвращает вас к столичной провинции. Поиск титула или региона. На случай, если в сообщении не было указано расположение региона или нет ссылки на соответствующий титул, вы можете попытаться найти его через это меню. И более информативная. Статистика и поиск персонажей. В данном случае взглянем сначала на статистику. Первая вкладка это «Водчина», которая показывает те территории, которыми владеет напрямую, в данном случае, ваш император. И какие строения, и точнее, сколько строений доступно для постройки. В данном случае у нас для постройки три строения, но если мы покоя пенежат, их будет пять. Разумеется, пока идет строительство одного из них, остальные возводить невозможно. Возвращаемся. Следующий пункт это «Государство». Здесь отображаются, в первую очередь, именно провинции. И показаны, какие поселения в этих провинциях расположены. Если количество максимальных провинций, точнее, максимального количества селений в провинции не соответствует количеству селений, которые отображаются у вас в этой вкладке, значит, вы можете дополнительно возвести еще одно или даже больше. Возвращаемся. Следующая вкладка это «Рекруты государства». Оно показывает, как общее количество рекрутов, которые вы также можете видеть в этой вкладке. Но, в данном случае, вы можете видеть их распределение по типам. И сразу определить, на какой тип войск следует делать ставку. Религия. Показывают отображение религии, наименование религии, главу церкви, авторитет религии и количество провинций, именно провинций, в которых распространена религия. Упс. Возвращаемся. Персонажи. В принципе, все персонажи-правители, которые есть в игре. Польза от этого незначительная. Ваша династия. Показывает мнение членов вашей династии о вас, имеющие в их распоряжении средства, престиж, благочестие. И, соответственно, если вдруг кто-то из них окажется правителем, также их личное владение и размер их державы. Ваши прямые вассалы. Полезная вкладка, когда вы обладаете большой империей. Здесь сразу же можно узнать мнение вассалов о вас, имеющиеся в их распоряжении средства, их престиж, их благочестие. Престиж следует учитывать в основном в случае взаимодействия с вождями племен. Ибо вожди племен могут призывать племенную армию за счет того самого престижа. Ну и, соответственно, владения непосредственно вассалов и те владения, которыми они располагают посредством своих собственных вассалов. Все вассалы-государственники как раз таки показывают как ваших вассалов, так и вассалов ваших вассалов. Но, к сожалению, пользы от этого мало, потому что вассал моего вассала не мой вассал, и взаимодействовать вы с ним будете, как с любым другим персонажем за пределом вашей страны. Следующая вкладка это наш двор, соответственно, советники придворные. Здесь не так важно мнение, за счетом тех случаев, если оно сильно отрицательно и вы поставили человека в совет. В таком случае, вероятность того, что заговор против вас удастся, резко возрастет. Независимое государство, сразу можно увидеть доступное золото, престиж, благочестие. В принципе, в первую очередь следует учитывать золото, потому что на него нанимаются наемники, простите за автологию. Ну и престиж, как было сказано, только в случае работы с вождями. Также мы видим размер державы и предположительную армию. В данном случае, наибольшей армией обладает Конгсво-Йорвик. Воины. Все текущие воины. В какой-то момент их количество начинает зашкаливать, и наблюдать их через этот экран становится не очень удобно. Возможное наследство. То есть, кому перейдут те или иные титулы в вашем государстве, если наследование произойдет прямо сейчас. В данном случае, наследником всех правителей является император, поскольку ни у кого из герцогов нету наследников. Это можем проверить. Детей нет. Наши титулы, соответственно, титулы, которыми обладает правитель и претенденты на эти титулы. Ну, сейчас их нет, но постепенно появятся дети, внуки, дяди, тети и различные авантюристы. Наши претенденты. Как раз-таки при появлении детей, дядь, теть других правителей, вы можете этих претендентов позвать к себе и, руководствуясь их претензиями, навязать завоевание той или иной территории. Тем не менее, надо быть осторожными, потому что если титул, на который претендует приглашенный вами персонаж, равен вашему максимальному титулу, то есть, если вы король и персонаж претендует на королевство, вы просто отдадите королевство персонажу и отправите его свободно править. Он будет к вам хорошо относиться, но, тем не менее, это не то же самое, что присоединить королевство к вашей империи. И, наконец, найти персонажа. Объяснять тут недолго, но это, пожалуй, самая полезная вкладка в игре. Потому что именно она позволяет вам, за счет имеющихся фильтров, найти хорошую жену, хорошего мужа, хороших советников и толковых полководцев. По крайней мере, до тех пор, пока ваша империя не разрастется настолько, что все эти личности будут обитать внутри вашей империи. И теперь непосредственно к карте. Как уже видно, здесь по умолчанию стоит физическая карта, которая мало где используется. Теоретически ее можно было бы использовать, чтобы рассчитывать, на какой территории будут сражаться войска, но всплывающая подсказка весьма любезно нам предоставляет эту информацию. Дальше идет территория, точнее, карта владений. В данном случае она обозначена как страны. И больше о ней страдать нечего. Карта дипломатических отношений и просто отношений для меня остаются загадками, потому что, по сути, они показывают одно и то же. А конкретно отношение окружающих персонажей к вашему правителю. Карта религий. Показывает распространение религий, но в дополнение к этому отмечает священные места для той или иной религии. И если мы выберем другую религию, ее священные места также будут показаны. Культура. Польза минимальна. Экономика. Показывает экономическое развитие провинций и наличие торговых путей. Торговые пути очень полезны феодалам, поскольку только на торговых путях они могут ставить торговые посты. А торговые посты это очень значительное поспорье в экономическом развитии. Де-юра герцогства, де-юра королевства и де-юра империи. В отличие от стартовых вкладок, эти вкладки показывают империи такими, какими они должны быть. Поэтому, если вы обладаете соответствующим титулом, и у вас все еще нет территорий, которые этот титул позволяет удержать, вы можете объявить де-юра претензии к их текущему владельцу. После чего вы либо переводите вассала, который принадлежал другому кролевству к себе, либо захватываете территорию. Действует также и обратное. Если вы захватили все территории, приписанные тому или иному титулу, вы этот титул можете как создать, если его еще не было, так и узурпировать, если его предыдущий владелец лишился всех территорий. Риск восстаний. Как не суждается, показывает, насколько вероятно восстание в той или иной провинции. Сейчас все более-менее спокойно, потому что никто чужих территорий не захватывал, и религия с культурой зачастую совпадают. Династия. Может быть полезна разве что в том случае, если одна и та же династия укрепилась в разных государствах. Отношения уже были упомянуты. И, пожалуй, наиболее полезная вкладка после вкладки территорий или стран. Прямые вассалы. Наглядно показывает владения, которыми располагают ваши вассалы. Таким образом их можно легко контролировать, наблюдая, когда кто-то становится меньше или кто-то слишком разрастается. И в таких случаях вы всегда можете вмешаться. Торговая зона. Чем-то напоминает карту экономики, но отображает не развитие провинций, а конкретно торговые пути и связанные с ними торговые зоны. Торговые зоны в первую очередь важны для торговых республик, ибо именно они повышают доходность от торговых факторий. Политические системы. Более-менее полезная вкладка для племенного строя, который переходит в феодализм. Ибо племена не любят феодалов, и до тех пор, пока все подконтрольные вам племена не станут феодалами подобно вам, вы будете получать штрафы к отношениям. И за счет этой карты можно наблюдать, кого еще следует поторопить. Оборонительные союзы. Сейчас оборонительных союзов нет, но стоит той же Византии или Аббасидам отгрызть хоть кусочек не от своего пирога, все окружающие начнут избегаться в оборонительные союзы и, в случае чего, вместе бить и Византию, и Аббасидов. Разумеется, сил у них зачастую значительно меньше, и разрастаться им мало кто мешает. И стоит отметить, что оборонительные союзы, они именно оборонительные. И если вдруг участник такого союза на кого-то нападет, остальные останутся безучастны. И карта эпидемий. Единственная ситуация, при которой она может быть интересна, когда начинается пандемия, чтобы вы знали, когда зверек придет к вам. И под финал недавно появится вкладка взаимодействия с Китайской империей. Здесь мы можем видеть политику внешнюю, ситуацию внутреннюю, императора, его династию и генерала-защитника, который единственный представлен на карте. Потому что сам император, если мы пытаемся выбрать, остается загадкой. И в данном случае мы можем видеть, что императору нравится, что императору не нравится, имеющиеся в нем данники и текущие мирные договоры. Одной из ключевых особенностей в взаимодействии с китайским императором является его благосклонность. Следует сразу же отметить, что благосклонность, в отличие от многих других параметров, не исчезает при смене правителя. То есть до тех пор, пока жива ваша династия и пока жива династия императора, благосклонность будет сохраняться. Что очень и очень удобно. И сразу же перейдем, что благосклонность можно повысить несколькими способами. И сразу же отметим, что первый и очевидный способ, это если ваша культура и ваша религия совпадают с культурой и религией императора. За это у вас будет постоянный приток благосклонности. Другие же способы это отправить евнуха, передать одного из лучших командиров, передать артефакт, послать денежный подарок, стать данником, отправить наложницу или отправиться в Китай и преклонить колено. Этот момент даст постоянный приток благосклонности, но он найдет сильный ущерб вашей репутации и соответственно уменьшит ваш престиж. Тем не менее, полученную благосклонность можно также реализовать. Через запрос мирного договора, чтобы Китай на вас не нападал. Можно запросить китайского лекаря, весьма полезный малый. Можно запросить китайский артефакт. Дается рандомно, но среди них встречаются очень полезные вещи. Запросить инженера по осадам, соответственно получите военачальника с подходящим навыком. Запросить стратега, в данном случае стратег будет обучать ваших военачальников премудрствиям китайской войны. Запросить ученого бюрократа, который, как сказано, уменьшает стоимость и уменьшает время строительства. Пригласить мастера-инженера. Прошу простить, но какие именно особенности он дает, мне не помнится. Запросить торговый контракт, который на 100% увеличит доходность от шелкового пути. Но для этого, разумеется, надо располагаться на шелковом пути. И запросить династический брак. Запросы вторжения рассматривать, к сожалению, не буду, потому что мной не тестировался. Особенность династического брака заключается в том, что при династическом браке автоматически заключается мирный договор. А все дети от такого брака, по крайней мере 8 из 8 экспериментальных детишек, принадлежали к культуре отца. В чем в генетическом порядке. И, как последний момент, это враждебные действия. Если мы не собираемся дружить с императором Китая, мы можем организовать рейд. Можем пробиться силой через границу, если вдруг они решат перейти в режим изоляции. Или даже совершить вторжение и возвести на престол члена своей династии. Ну, и на этом, пожалуй, все.